Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! Приветствуем вас на страницах канала Мой Дом. Сегодня у меня, если будут какие-то отклонения в съемках, сегодня у меня другой оператор, потому что Матвей у нас с техниками. Что значит заставило, так сказать, нам снять видео не в том составе, в котором мы обычно это делаем, это элементарно обзор инкубатора Блиц 630, база 630, так как пришло чешское яйцо, сейчас о всем понемножку расскажем. Начнем с инкубатором. Встретили мы инкубатор. Инкубатор мы заказали на сайте ИПК Курин, это оренбургский производитель непосредственно инкубаторов Блиц. Стоимость его 47 с чем-то тысяч рублей. Так как мы брали до этого другие инкубаторы фирмы Блиц, вот такой Блиц-Норма, вот такой вот Блиц 120, Блиц-Норма 78, вот еще один Блиц-Норма 78. Кстати, здесь уже нам есть чем похвалиться, это прошлогодний инкубатор, наш прошлогодний опыт. Это сегодняшний результат инкубации перепела техасской породы. Мы очень довольны, что в феврале у нас уже на сегодняшний момент, 20 февраля у нас состоялся вылуп. Значит, сейчас будем закладывать, вот видите, он сигналит, чуть отклонение температуры сразу происходит сигнал. Значит, что касаемо непосредственно базы на сегодняшний момент, база идет на колесиках. Значит, стоит он, как я сказал, 47, пускай даже с половиной тысячи рублей, я точно до копеек не помню, так как мы брали инкубаторы этой фирмы и ранее, нам сделали скидку в размере, у нас уже накопительная, в размере 10%. То есть, соответственно, нам обошел 43 тысячи. Значит, доставляли нам транспортной компанией Байкал-сервис до терминала. До терминала вышло 2 600 доставка Саренбурга до Саратской области, город Балаково. И, соответственно, здесь, когда мы приехали, мы хотели его в Ниву запихать, но вот он сейчас без коробки стоит, без коробки, без коробки он, без упаковочной, транспортировочной, он как бы собой представляет размеры 96, ну, пускай с дверками метр даже, на метр тридцать, но без ножек метр двадцать пускай, то есть метр на метр двадцать. Плюс была прокладка из пенопростирола вот такого остатков, от остатков инкубатора обрезки. Непосредственно производитель обкладывает весь инкубатор, делает деревянную коробку, поддон, соответственно, все это увеличивается где-то до полутора метров высотой и до метра, наверное, двадцать шириной. То есть такую громадную коробку, она бита фанерой, мы запихать в Ниву не стали, потому что машина новая, да и вообще довольно-таки тяжелый, заявленный сто килограмм, поэтому мы не рискнули и заказали доставку. 600 рублей и нам, в принципе, доставили его до дома. Ну, здесь мы, конечно, уже его распаковали и занесли. Это что касается доставки, стоимости и всего остального. Значит, дальше, что из себя представляет инкубатор? Значит, инкубатор база 630 представляет на 630 сейс. Значит, данный инкубатор имеет пять лотков. Лотки съемные. Очень легко, в принципе, снимаются, поэтому очень удобно, в отличие даже от маленьких инкубаторов. И проветривание здесь происходит, вот таких сигнальных моментов нету. Проветривание происходит путем изъятия лотка и, соответственно, потом его туда поставить. Поэтому инкубатор температуру свою не теряет и не набирает. Отсюда сигнальный сигнал об отклонениях появляется только, когда происходит сбой в работе непосредственно инкубатора. Значит, дальше поддон стоит для сбора всякого мусора. Дальше крепление для диффузора. Вот здесь я сразу заострю внимание, там вот две такие скобы. Они предназначены для крепления диффузора. Диффузор предотвращает попадание воды на яйца. То есть распыление, когда там форсунка стоит между вентиляторами, вот черное отверстие между двумя вентиляторами. При распылении вода может часто попадать на те крайние яички. На то крайнее яйцо. И оно может переохлаждаться или еще что-то. То есть это недопустимо. И было написано, поставьте диффузор. Я обыскался диффузор. Комплектация идет с этим инкубатором. Вот такой ведерочек стоит внутри. В ведерочке лежит вот такая вот салфеточка. С вырезанным квадратиком. Не знаю зачем. Наверное нужная вещь. Вот. Дальше значит идет сетевой провод. Непосредственно моторчик с форсункой и с фильтром. Все это значит автомобильное, я так понял. Вот. И непосредственно вот такой блок управления. Он значит был сложен вот в такую металлическую штуку и замотан пленкой. Блок управления ценная вещь. Когда я распаковывал, я подумал, что вот эта штука вот так была сложенная. И он в ней был как бы спрятан. Что вот обрезки просто металла. Производитель использует как транспортировочный момент, чтобы не раздавило или не повредилось. Хотя как вот сейчас уже анализирую, как внутри она может раздавить. Вот. И значит выизвлек его, а это в пленке так и оставил. Сегодня при пуске инкубатора, думаю, написано установите диффузор. Понимаю, что диффузор это экран. Где его взять? И тут осеняет, что сложенная вот так вот несколько раз металлическая штука и есть диффузор. Благо не выкинул. Изначально плюшкинизм помог спасти от ошибок. Поэтому мы с вами вот этот диффузор берем, разгибаем чуть-чуть, и вставляем вот сюда и образуется домик над непосредственно форсункой. И при распылении в верхнюю ничего не летит. Вот таким вот простым, простыми манипуляциями мы значит это и с вами и делаем. Ну а дальше все становится предельно ясно. С обратной стороны имеется вторая дверь. Вторая дверь, которая имеет окошко для проведения всех коммуникаций туда. Значит сейчас вставляем форсунку, выводим ее через нижнее отверстие вентиляционное, одно и среднее вентиляционное. Дальше через разъем, значит, через все, закрываем, значит, ее и через все разъемы, которые здесь есть, подключаем питание, подключаем блок управления и непосредственно питание на моторчик. Таким образом, как бы наш инкубатор готов, вставляем вторую часть моторчика сюда, вот в ведре сделано отверстие, вставлен шланчик резиновый, ставим его на пол. Не на стул, не на стол, не надо ни в коем случае, потому что вы создадите, ну, для мотора работу, он должен качать сам. А здесь вы создадите на него напор, ему либо уменьшите сопротивление, либо увеличите, либо больше будет подача, либо меньше. То есть ведро должно стоять на полу и должно иметь уровень воды не выше форсунки, что очень немаловажно. То есть, может быть, это и будет какая-то там, да, у вас там чуть выше, на чем-то он будет стоять, значит, тогда доливайте воды, чаще это. Вода пишут в инструкции, должна быть луч кипяченая, луч кипяченая. Что касается непосредственно закладки яиц. Ну, как про инкубатор все рассказали, значит, яйца пришли у нас, значит, фирма МАХ. МАХ ДРАБИС, это, значит, чешское яйцо. Сразу, как я так вот переверну, покажу, значит, что на коробке. Во-первых, коробки должны быть фирменные от фирмы МАХ ДРАБИС, во-вторых, должна быть наклейка с указанием даты, номера партии, производителя и для кого произведен. То есть у нас в данном случае Росинка, Республика Дагестан. Яйцо нам вышло, значит, с доставкой до нас 33 рубля. Значит, яйцо мы вскрыли. Значит, имеются прокладки. Каждое яйцо имеет маркировку. Значит, маркировка соответствует... Две буквы это то, что чешское яйцо. И 1698 мы с вами опять возвращаемся к наклейке. Вот здесь смотрим, что прописан возраст птицы, которая произвела это яйцо, яйцо чешское, номер, и в конце последние эти четыре цифры должны совпадать с маркировкой на яйце. То есть мы берем ЦЗ 1698. Сверяем, значит, с яйцом, которое у нас здесь. ЦЗ 1698. Все, значит, яйцо проманкировано верно. Наклейка сделана производителем. Яйцо довольно-таки крупное, увесистое. Сейчас мы, значит, будем закрыть. У нас мы встретили две коробки яиц. Две коробки яиц. Встретили сутки, полтора суток назад. Почему не заложили сразу? У нас на сегодня должно было быть отключение электроэнергии в нашем селе. Но что-то пока не происходит оно. Поэтому тот инкубатор мы приготовили, аккумулятор, чтобы запитать, где лупятся птицы. Сейчас дождемся часа времени, когда отключение электроэнергии должно было быть кончено. До этого времени надо заложить сейчас все яйца. Две коробки это 720 яиц. Значит, так как вот здесь вместимость 630, посмотрим сейчас сколько сюда влезет. Я, значит, перед вами отчитаюсь в конце этого видео. Если останется еще яйцо, благо вот у нас два инкубатора свободные и как бы третий на подходе. Ну, если даже эти два еще забить, это 120 и, грубо говоря, 78, это еще 198 яиц. 198 и 630. Как бы арифметика простая, да, 700, там, 800 с чем-то. То есть мы перекрываем в любом случае даже слегка. Ой, то есть у нас еще должны остаться один инкубатор, вот этот 78, как минимум. Вот. А то и там должны остаться места еще под яйцо. Поэтому сейчас будем закладывать, непосредственно дособираем весь инкубатор. И, значит, будем запускаться. Ну, а это уже история не того дня, а уже вечер следующего. Закладка, судя по ячейкам, прошла успешно. Сейчас расскажу, значит. Во-первых, инкубатор. Мы его дособирали, сдалили воду, все подключили. Брызгает насос, показывается рабочая температура и влажность. Значит, что касается, ну, посредственно, самой закладки. Вот, смотрите, какая сейчас выключу свет, какая здесь классная штука. Здесь, опа, вот такая опция. Посмотреть за нашими заложенными яичками. Вот они сейчас так находятся в наклонном положении. Лотки неприподъемные, соответственно. Яиц много. Яйцо крупное. Объясню, почему. Вот этот инкубатор на 630 яиц. Мы встретили 720, как вы помните. Заложили этот весь инкубатор. Вот этот блиц на 120, который. Половину лотка следующего инкубатора. И пришлось поехать к поставщику. И у нее, случайно, осталось, не врезало КОП-500, но российского производителя какого-то. В общем, получился лоток 50 на 5. Плюс в этот лоток, сейчас я кратковременно открою, покажу вам. Пришлось положить, вот видите, гипсом. Ремонтные яйца, так скажем. Были из всех двух коробок 4 яйца с трещинами. Вот. Значит, как решили. По опыту, конечно, кто-то заклеивает скотчем, пластырем, там еще чем-то. Но это что скотч, то пластырь для птенца потом выклевывается. Целая проблема. То есть это материал, который не трескается. Я решил очень колкий, но очень крепкий материал использовать. Это клей КНАУПСКИЙ, которым я клею камень декоративный. Кто смотрит наше видео по стройке и по ремонту. То есть я его развел жиденько. Намазал пальцем эти места. И вот 4 яйца у нас прошли в такую, так скажем, ремонтную подготовку перед закладкой. Вот у нас таким образом получился большой инкубатор. 120 инкубатор. Значит, получается, смотрите, получилось еще 630, 120, это 750. И, грубо говоря, половину инкубатора, который должен уместять в себя 70, по-моему, 8 яиц на 72 яйца еще, который. Получается еще половина того, то есть еще 36. Таким образом мы получаем 750 и 3786 яиц. То есть 720 яиц заняли место 786 яиц. Но, в принципе, наверное, яйца бывают разные. Да, я согласен, что там в лотках из-за крупности яиц последний ряд оставался. Может быть, при каких-то немыслимых манипуляциях, перекладке их каким-то порядком. Ну, сами представляете, как можно играться, если у тебя стоят две коробки яйца, а я буду вот это вот подбирать. И так это заняло больше половины дня. А если бы еще заниматься подбором, то это был бы целый квартак. Ну, а тем не менее, один инкубатор у нас на 72 яйца, который освободился, ждет уборки. Вот. А ребята, которых мы вам показывали, которые лупились в момент закладки, которые добавили работы, носятся, носятся в брудерном ящике, уже довольно-таки активно употребляют пищу. Ну, в целом, в целом, закладка прошла успешно, вылуп тоже произошел успешно. Будем вас вести, так скажем, в курсе наших дел держать постоянно. Следите, и мы увидим с вами результаты нашей инкубации. Всего доброго, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.